Всем привет друзьяшки! Сегодня я расскажу какие игры жду лично я в этом году. Надеюсь вам понравится мой выбор. Первая игра в которую я хочу поиграть Resident Evil 3 Remake. Эта игра хоррор. Является переизданием Resident Evil 3 1999 года. Разрабатывать эту игру взялось подразделение Capcom R&D Division 1 и компания M2. А издавать будет Capcom. В новом издании разработчики полностью перерисовали графику, обновили звуки, добавили новые фишки. К слову в игре рассказывается история Джилл Валентайн, член спецподразделения Stars, которая пытается выбраться из Raccoon City, охваченного эпидемией неизвестного вируса. Игра была анонсирована в 2012 году на State F Play компании Sony и доступна будет для всех основных игровых платформ. В декабре 2019 года в интервью изданию Famicy продюсеры Масао Кавада и Питер Джи Флобиано заявили, что Resident Evil 3 готов на 90% и выйдет в срок без каких-либо задержек. Следующая игра, которая мне приглянулась, Cyberpunk 2077. Это игра в жанре экшен РПГ, за которую отвечает польская студия CD Projekt Red. Она является продолжением игры Cyberpunk 2020. События игры разворачиваются в мире Cyberpunk 2020, однако временные рамки сдвинуты на 57 лет. В центре внимания персонаж с именем V, который занимается различной деятельностью на грани закона. Геймерам доступно огромное количество уникального оружия, разнообразных технических гаджетов, а также умений на все случаи жизни. Игра также предлагает определиться со своей историей происхождения, которая влияет на некоторые события, наличие или отсутствие определенных NPC словом. Все как в оригинальной Cyberpunk 2020. Первое упоминание о игре состоялось 30 мая 2012 года. На Е3 2018 года был предоставлен первый трейлер, а спустя год на Е3 2019 был показан еще один трейлер и названа дата премьеры 16 апреля 2020 года, но позднее была перенесена на 17 сентября того же года. В общем, жду с нетерпением. Следующая игра в моей корзине желаний – Мстители Марвел. Avengers – игра в жанре приключений. Разработчики – компания Crystal Dynamics и Eidos Montreal. Издателем выступает Square Enix. Игра основана на серии комиксов «Мстители» от Марвел. По сюжету в Сан-Франциско проводится праздник – День Мстителей, но во время которого неожиданно взрывается мост, золотые ворота. Команда героев в земле отправляется сюда, но во время заварушки Капитан Америка погибает. Отряд «Мстителей» распадается, но спустя некоторое время собираются снова, чтобы бороться с новой угрозой. «Мстители» является игрой в жанре приключения. Кооперативный режим в игре рассчитан на четырех человек с возможностью кастомизации развития различных героев. На момент выхода игры можно будет поиграть за Железного Человека Капитана Америку, Тора, Черную Вдову, Халка и Мисс Марвел. Первый сюжетный трейлер был предоставлен 10 июня 2019 года на конференции E3 2019, а также было объявлено окончательное название игры Avengers. Первоначально выход игры намечался на 15 мая, но позднее был перенесен на 4 сентября 2020 года. А еще я хочу поиграть в игру Gods and Monsters. Это игра в жанре экшн-приключения в открытом мире, где вас ждут масштабные битвы и интересные задания. Увлекательное приключение на острове в полном мифических чудовищ от создателей Ассасин Крид Одиссея. Только настоящий герой сможет преодолеть хитроумные испытания и опасные подземелья, чтобы спасти богов Древней Греции. Вы сможете исследовать живописный фантастический мир и использовать невероятные способности в борьбе против мифических существ. В общем, это не единственные ваши противники. Вас ждут хитроумные испытания, опасные подземелья и настоящие подвиги. В заключительном противостоянии, как и на протяжении всего путешествия, нам предстоит преодолеть немало трудностей и получить ценные награды. Вам сочнено стать настоящим героем. Мировая премьера трейлера состоялась на E3 2019 года. Изначально игра планировалась к выходу 25 февраля 2020. На данный момент на официальном сайте игры указывается текущий код без уточнения даты. К слову, предзаказ уже открыт для всех желающих. Ну и последнее, но не менее сильное желание, это игра Watch Dogs Legion от студии Ubisoft Montreal. Постоянные зрители помнят, что об этой игре я уже рассказывала, поэтому повторяться не буду. Если кому интересно, можете пройти по ссылке и узнать о ней подробности. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравился мой выбор и мы вместе пережим эмоции в новых играх. Кому понравилось, подписывайтесь и ставьте палец вверх. Всех целую и обнимаю. Ваша Фрау Геймер. Пока-пока.